В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры Украина бывшая СССР. Полночь одна, 4 февраля 2020 года это власть на поводке в команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры. Фото. На фото. Гетти. Любой политический процесс на Украине рано или поздно превращается в шоу. Не стал исключением и скандал с прослушкой правительства. Сперва премьер-министр Алексей Гончарук объявил о намерении уйти в отставку после публикации записей правительственных совещаний, на которых звучали нелестные слова о главе государства. Но в итоге он не только сохранил пост, но и получил от Владимира Зеленского второй шанс. Впрочем, расслабляться украинскому лидеру не стоит. Скандал с прослушиванием высоких кабинетов был направлен не столько против премьера, сколько против той части президентской команды, которая работает в интересах зарубежных партнеров Киева. В первую очередь США. Эта группировка претендует на статус новой политической элиты, что очень не нравится влиятельным и состоятельным людям на Украине. О том, что на самом деле стоит за украинским муатергейтом, в материале ленты.ру. Притворная отставка. У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов, говорит мужской голос, похожий на голос главы правительства. На записи слышно, как тот же человек называет себя профаном в экономике и просит собеседников объяснить президенту колебания курса доллара, жалуясь на туман в голове Зеленского. Собеседниками на той встрече, предположительно, были заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова, а также ряд других высокопоставленных лиц. Сам премьер даже после объяснений перед прессой так и не опроверг подлинностью обнародованных пеленок. В Киеве заговорили о возможной провокации иностранных спецслужб, а депутаты от партии «Слуга народа» незамедлительно обратились в Службу безопасности Украины, СБУ, с просьбой расследовать прослушку высоких кабинетов. И хотя ведомство пока не дало официального комментария о ходе расследования, действительность может оказаться более незамысловатой прослушивание чиновников является частью закулисной внутриэлитной борьбы. На это намекнул и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахами, сказав, что бенефицаром такого скандала может быть любой не только спецслужбы, но и частные компании и частные лица. Работая оппонентов против команды Зеленского объяснил появление материалов и сам Гончарук. «Обращаясь к тем, кто борется против нас, вам нас не напугать. Мы будем еще у парня искоренять коррупцию», — пригрозил он. «В пользу того, что на Гончарука была совершена именно целенаправленная политическая атака», — говорит реакция самого Зеленского. Показательная встреча с президентом Украины закончилась для Гончаруко новыми поручениями, даже несмотря на общественный резонанс истории с прослушкой. Президент Европейского совета Чарльз Мишель, справа, приветствует премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Брюсселе, 28 января 2020 года. Фото «Вирджиния Мэйо, А.П.» Скандал при этом сопровождался многочисленными информационными вбросами. Например, в украинском сегменте «Телеграмм» развернулась кампания против помощника президента Андрея Ермака. Авторы каналов утверждали, что он вместе с олигархом Игорем Коломойским якобы курировал кампанию против Гончарука с целью провести на премьерский пост главу «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Причем распространение версии о причастности Ермака к атаке на премьера могло использоваться для подрыва доверия президента к своему ближайшему помощнику. И одним из главных бенефицаров политического скандала мог стать одиозный глава МВД Украины Арсен Аваков, которому долгое время пророчили премьерское кресло. Однако после несостоявшейся отставки ждать кардинального изменения баланса сил внутри правительства не приходится. Зеленский поставил перед Гончаруком несколько важных задач, среди которых начисление высокопоставленным чиновникам справедливых зарплат и пересмотр сферы деятельности ряда министерств, включая увольнение руководителей, не достигших реальных результатов. У нас было объединение некоторых министерств. Вначале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены, заявил глава государства. В комментарии ленте.ру эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин рассказал, что даже после скандала с прослушкой убрать все правительства не получится. Речь может идти о разъединении, дроблении отдельных ведомств с целью сделать министрами новых людей, более управляемых президентом, но и это будет трудно в условиях зависимости от МВФ, скорого голосования по рынку земли и тех обещаний, которые наверняка давали Зеленским в обмен на его поддержку на Западе еще в период выборов. Хотя косметические изменения возможны, отметил политолог. План реформирования правительства пока неизвестен. Но, так или иначе, грядущие изменения затронут как материальное обеспечение членов правительства, так и его состав, что принципиально важно для баланса сил в украинской политике. Уже известно, что, вероятнее всего, своих постов лишатся министр экономики Тимофей Милованов и министр культуры Владимир Бородянский, которые в последнее время подвергаются острой критике со стороны оппозиции и украинских СМИ. Это существенно ослабит позицию премьера, а и значит, и влиятельной прозападной группы в правительстве так называемых «Соросят». Группы с хорошими грантами. Прозвища «Соросята» и «Гранта еды» украинские журналисты придумали для выходцев из различных некоммерческих организаций НКНО, финансируемых как структурами миллиардера Джорджа Сороса и транснациональными компаниями, так и напрямую официальным Вашингтоном. Именно к американскому лобби относят украинского премьера, как и целый ряд иных членов Кабинета министров Украины, среди которых генеральный прокурор Руслан Рибошапко, а также министр образования и здравоохранения Анна Новосад. Сам Гончарук до прихода в правительство с 2015 года возглавлял общественную экспертно-аналитическую организацию Офис эффективного урегулирования. Она создана на средства Министерства международных дел Канады в рамках проекта помощи, который, в свою очередь, финансируется по Соросовской программе поддержки международной демократии. За офисом стоит продвижение на высокопоставленные посты десятков общественных экспертов в украинские ведомства. Еще в 2015 году в команде Биаррио одновременно работали многие нынешние помощники министров и два члена нынешнего правительства, помимо самого Гончарука, министр юстиции Денис Малюска и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Джордж Сорос фото, Роналд Зак, А.П. Это не совпадение. Различные международные неправительственные фонды превратились чуть ли не в основных лоббистов громких назначений после Евромайдана и провозглашения курса на евроатлантическую интеграцию Украины. Да и сам Сорос не скрывает, что среди всех своих проектов больше всего гордится достигнутым успехом именно на Украине. Ведь благодаря финансовой помощи мецената в эшелонах украинской власти сегодня сконцентрировалось значительное число людей, так или иначе связанных с фондом миллиардера Возрождения. При этом американский филантроп, несмотря на свои 89 лет, до сих пор проводит регулярные встречи со своими доверенными лицами на Украине. Многочисленные Соросята превратились в пускай и неоднородную, но авторитетную силу украинского политикума. Занимая руководящие посты, выходцы из западных НКНУ принимают важнейшее решение, далеко не всегда руководствуясь при этом чаяниями простых украинцев. Политолог и главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чичила считает, что Соросята связаны в первую очередь с американскими финансовыми кругами, прежде всего представленными демократической партией, но которые в то же время в определенной степени находятся над американской двухпартийной системой. Именно поэтому в Украине так много власти получили выходцы из структур Сорося, несмотря на то, что сам Сорося не в честь у нынешней администрации Белого дома, рассказал Ленти.ру, украинский эксперт. Протесты против земельной реформы ФОТО, Ефрем Лукацкий, АПИ. При этом структуры Сорося проявляют не меньший интерес к нефтегазовому сектору, имея влияние на председателя правления нафтогаза Украина Андрея Кабалева, а также к украинскому рынку облигаций внутреннего займа. Свою лепту Соросята внесли и в принятие правительством решение о передаче государственной компании Укрзалезница, то есть всей национальной железнодорожной сети, на 10 лет в операционное управление немецкой Deutsche Bahn. Из семи членов правления украинского госпредприятия четверо являются иностранцами, еще один Соросянок Сергей Лещенко, введенный туда с многомиллионной зарплатой уже после того, как он стал основным фигурантом дела о незаконном вмешательстве Национального антикоррупционного бюро Украины, НАБУ, в президентские выборы в США. Теперь же иностранцы получат полный контроль над одним из крупнейших активов Украины. И хотя официальные подробности сделки пока неизвестны, немецкий оператор с большой долей вероятности станет управлять всей железнодорожной инфраструктурой, осуществляя при этом пассажирские и грузовые перевозки. Выходцы из программ миллиардера заняты также и в сугубо политических процессах, в частности, противодействуя процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Представители партии «Войны», оставаясь верными агрессивной риторике экс-президента Петра Порошенко, продолжают бить по Зеленскому изнутри его же президентской команды. Не так давно заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что власти не исключают проведение наступательной силовой операции на востоке страны. Лидерам «Слуги народа» пришлось спешно объясняться перед журналистами, дескать, в команде президента на ситуацию смотрят иначе и никакого плана войны в Донбассе нет и не предвидится. Как бы то ни было, прозападное лобби выступает против любых попыток проведения выборов в регионе осенью 2020 года, о чем заявляла и глава Фонды Возрождения Ольга Айвазовская. Дать оккупантам на Донбассе шанс переформатироваться в политические силы это плюнуть на собственную Конституцию, пояснила она свою позицию, которая для современной политической элиты Украины стала обычным взглядом на проблему реинтеграции восставшего региона. Джо Байден и Петр Порошенко фото Глеб Гранидж, Ройтез Впервые степень вмешательства США в украинскую политику обнажил коррупционный скандал вокруг украинской нефтегазовой компании Боризма Холдингс В 2016 году тогдашний президент Петр Порошенко по прямому указанию вице-президента США Джо Байдена отправил в отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Впоследствии уволенный рассказал, что летом 2015 года экс-посол США на Украине Джеффри Пайет оказывал давление на него с целью повлиять на прекращение дела против Боризма, от которой сын Байдена Хантер получил миллионы долларов за время работы в наблюдательном совете компании, в том числе благодаря возможному вмешательству отца. Сейчас же основное влияние на украинские структуры оказывают американские государственные органы и посольства США, не стесняющиеся публично осуществлять контроль даже над Генеральной прокуратурой Украины, ГПУ. Чего только стоит официальное признание причастности Вашингтона к реформе ведомства и обращение генерального прокурора Рибошапки к американским дипломатам с просьбой помочь в поиске кандидатур для кадровой комиссии ГПУ. Под колпаком у США находятся и другие правоохранительные органы, в частности, НАБУ во главе с Гран-Таидом Артемом Сытником, замешанным в деле о возможном вмешательстве Украины в выборы президента США. Немалое влияние Вашингтона испытывает и СБУ, в настоящее время реформируемая по рекомендациям представителей Соединенных Штатов. Важными фигурами в системе контроля над Украиной остаются заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент и руководитель проектов по Украине Института оборонных исследований Министерства обороны США Мартин Нейл, курирующий вопросы украинского военно-промышленного комплекса. Именно Кент являлся одним из создателей антикоррупционных органов на Украине, ставших инструментом контроля над постмайданной элитой. В то же время правоохранительные структуры одновременно находятся под влиянием и негосударственных западных сил. Так, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнов рассказал о возможной причастности Соросовского фонда возрождения к расследованию убийств во время Евромайдана. Как утверждает источник юриста, за выполнение специальных поручений по делам о преступлениях на Майдане в 2013-2014 годах иностранная организация целенаправленно финансировала украинских следователей и прокуроров. Фото – пресс-служба администрации президента Украины. Медленно, но верно грантаеды превращаются в новую политическую элиту Украины, присутствуя на важнейших государственных должностях, где помогают США проводить собственные интересы. Среди них можно вспомнить и журналиста Мустафу Найема, получившего должность в Украбаранпроме, и главу украинской делегации в пассе Елизавету Ясько. Клановое хозяйство. Борьба новой элиты за финансовые и властные ресурсы, как показывает скандал с прослушкой, только начинается. Несостоявшаяся отставка премьера в очередной раз продемонстрировала, что президентская команда состоит из различных жестко конкурирующих между собой групп влияния. Ее представители пока еще продолжают осторожничать. Понимая все последствия открытого конфликта, распад коалиции в Верховной Раде может породить политический кризис и досрочные парламентские выборы, результат которых непредсказуем. Тем не менее конфликт в рядах президентской партии усугубляется. Ведь стройность рядов слуг народа нарушают не только соросята. К группе Грантаедов относят и украинских политиков, связанных с олигархом Виктором Пинчуком, близким к демократической партии США. Еще во время событий оранжевой революции 2004 года его стали называть главным проамериканским лоббистом на Украине. Именно ему принадлежит продвижение партии «Голос вокалиста» группы «Океан» Ильзи Святослава Вакарчука. И хотя политсила музыканта находится в оппозиции к власти, это не мешает Пинчуку иметь своих людей в правительстве. В частности, таким является министр культуры Бородянский, ранее возглавлявший медиахолдинг олигарха «Старлайт Медиа». Закрытое совещание у президента Украины, справа от Владимира Зеленского, во главе стола, олигарх Игорь Коломойский, слева глава администрации президента Украины и бывший юрист олигарха Андрей Богдан, рядом с Богданом премьер-министр Алексей Гончарук. Фото, Reuters. Наконец, одна из влиятельнейших сил неформальная парламентская группировка Коломойского, наиболее яркими представителями которой являются Максим Бужанский, журналист Александр Дубинский, глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев, а также генеральный директор телеканала «1 плюс 1» Александр Ткаченко, основный кандидат от власти на пост мэра Киева. Именно между группами Павлюка и Коломойского проходят, пожалуй, наиболее глубокая линия раскола, поскольку таможенники часто выступают в поддержку законопроектов, выгодных другим олигархам, прежде всего Ринату Ахметову. Однако с ослаблением павлюковцев и переходом части депутатов в группу Коломойского и его Днепропетровская группировка начнет активнее конфликтовать с руководством фракции и соросятами. Основным фактором сдерживания разнородной массы безликих для народа слуг до сих пор остается все та же фигура Зеленского и его личная популярность. Но затяжная внутренняя конфронтация начинает негативно сказываться на главе государства, которому будет все сложнее сохранять свою электоральную поддержку. Скандалы последних недель давления оппозиции привели к падению рейтинга Зеленского до рекордно низкого уровня, впервые достигнув отметки менее чем в 50%. И тем не менее, политолог Чичелла отмечает, что личный рейтинг президента держится на вполне приличном уровне. Все потому, что избирателей волнуют прежде всего простые и понятные для него вещи и зарплаты, цены, курс доллара. Не нужно переоценивать влияние медийных скандалов на рейтинг власти, считает он. За скандалами и разборками в высших эшелонах граждане, конечно, следят, как следили при Януковиче или Порошенко. Но воспринимают их как привычный для Украины политический цирк, а в этот раз это цирк, за который они лично не платят. А к бесплатному зрелищу отношения все же куда более поблажливая, чем к тому, за который ты заплатил из своего кармана. Кроме того, избиратель пока разделяет Зеленского и тех, кого называют его командой. Решение оставить Гончарука на посту премьера объясняется желанием власти послать простой месседж избирателям. Смотрите, нам сложно, против нас ведут информационную войну, но мы все равно едины и работаем на благо украинцев. На публичной встрече с премьер-министром Зеленский особо подчеркнул, что сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически. Относились ли эти слова непосредственно к Гончаруку или же к людям, активно работавшим над его отставкой, неизвестно. Ясно, что Зеленскому надо срочно искать баланс между властными группировками, пока их действия кардинальным образом не сказались на рейтинге лично президенты и не начали угрожать всей властной вертикали на Украине. Александр Непогодин